Здравствуйте, дорогие телезрители! Благодарю всех за интерес, проявленный государственному языку. И должен вам заметить, вам сегодня повезло, потому что на нашей передаче вы сможете научиться белоретно казахском языке легко и просто. Мен Ханат Тасимеков, сэлеметсидер. Меным кубокшинермен таңску олдар. Истайн. Ассалам ағалейкум, ағай. Жанек ұрлан. Армысыз оқушылар. Ситуативный казахский сарвақтарымызға кушкелдіңіз. Ата-а. Сега. 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 Посвящен родителям отцу и матерри. Собирательные родители на казахском языке будет ата-ана. Хотя логически казалось мне должно быть аке-ана. Но аке – это четкое определение родственной связи отец. А вот ата, если вы помните, мы говорили об этом раньше, используется еще значение преда, а она начальник, в данном случае родитель. В целом, место отца у казахов отражает франзиологизм «аке асхартау», сравнение, которое, как правило, не употребляется по отношению к кому-то еще. Образно говоря, для казаха степь – это все, что его окружает, а вот гора ау – это символ величия и четкий ориентир в пути. Следовательно, отец – это совершенно постоянное и незыблемое. Миссия отца заключается в том, чтобы дать детям понимание своего народа, донести до них, что материальные блага – не самое основное в жизни. Научи сына тому, что он умеет сам служить, примером, мужчины для дочери. И самое главное – донести до детей, что они и его дети должны сохранять доброе имя отца, и не только перезнакомыми родственниками, но и в целом перед народом. Экенің мала, балаға мал болмайда. Жақсяке жаман балаға қырық жылазық. Экен барда ел таңы еріп жүріп, атың барда жер таңы желіп жүріп. Атаңның баласы болма? Адамның баласы бол. Во всех языках у всех народов земли самым святым и нежным словом является слово «мама» – «ана». Казахский язык, кстати, это «анаталя» – язык матери. Услова «мама» – «ана» есть синоним, слово «шище», но это скорее мать. Также встречается, когда маму называют «апа». Но вот уже производные от «апа», такие как «апа» и «апа-тай» применяются просто другим женщинам старшим по возрасту. Мамы лелея растян декей. Тұнгу их күнде төрт бөліп, тұнсық тұған шоғытпай, ана тұған кақтармай. И признание их огромной роли подчеркивается народная мудрыща. Анаңды меккеге жаяу арқала бап арсанда, қарзыңнан құтыл алмайсын. Баласы атқа шапса, анасы енді отырып тақымын қысад. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Жумақтың кілті, анаңның табанының астында. Семья – это в первую очередь мама. Казахи говорят, «Акесы жетім, мұжарты жетім, шешесы жетім, тақыр жетім». В казахской семье воспитание детей лежит на матери. Конечно, отец являются примером для сына, так как олғын ята әкеде, қызғын ята шешеде. Но в последние воспитательные практики отец участвует скорее косвенно, через мать, которая постоянно говорит детям слова, поднимающие авторитет отца. «Акен мен ақылдас, балам, әкеннен ят болмасын, әкеннен рұқсат сұра, әкеннің мазасын алмандар, дем алсын, әкен жіберсе, бар ағой, әкеннің айтқанын істендер». «Икак әбіршенек последние станции – это улоза. Бәрін әкене айтам». «Күмлетті достар, бұл үсі алақта, бізге осы жарылды дүниен үйесігін ашқан адамдарымыз, әкеналарымыз тұралы айттық. Айр адамға жер бетіндеге ең аялы жандарымыз, біздің асқартау әкелеріміз, аялы аналарымыз аман болсыр, бәқытты болсын. Оларды барымдар дақтай білейік, қуантайық». Осы мен бұғынғы сәбәғымыз тамаң, «Читотеннің Қазақске мағдарламасын» «Абайтығы арнасының әлеметтік женлерінен сайт және екептін көрі аласыдыр». «Көрскенше, күн жақсы ағайын». «Келесі кездескенше, оқушылар». «Көрскенше, күн жақсы. Сау олдыр». «Көрсен Қазақске мағдарламасын»